Так, Наташа, я предлагаю с метеорологии начать Ой Я расскажу, значит, в интернет пестрит заголовками Еще одна плохая новость Нет, значит, Наташа пестрит заголовками интернет Глюкоза поделилась снимком воротильской рубашки Глюкоза показала, где лето Наташ, где лето? Там, где где-то показалось Все там же, ребята, по сегодняшнему прогнозу Дождю, ветру и надвигающимся Каким-то снегопадом Которую я уже просто отказываюсь верить И прошу принять во внимание Я сижу в шубе Да, друзья, заходите на сайт Авторадио.ру Сейчас нас видят Включайте трансляцию Наташа в шубе Да все хорошо, Наташа, но это так Где-то там Слушай, вот так Так или иначе Во-первых, комплименты в совершенно замечательной форме А мы вот Мы в отвратительной, это понятно Вот, и мы с Виктором Ивановичем В ближайшие выходные Будем проходить такую историю Под названием Стань человеком Там, в общем Испытания всякие Бежать там, подтягиваться Короче говоря, всякая такая вот История Вот мы начали тренироваться Кто как может Кто как может, да Расскажи вот о своем Спортивном Настоящем Ты как вообще готовишься К фотосистем Ко всем Ну, я очень люблю спорт Занимаюсь им часто Три раза в неделю Где-нибудь Ну, чем-то интересненьким Если в идеале, конечно Ну, я очень люблю пилатес И ты туда же В этот пилатес Ну, нравится мне Ну, кстати, есть там такие нагрузки Которые мужчинам могут понравиться Это он с виду кажется Что все так Легко Нет Нет Это пытошное прям Это, ну, это очень еще полезно Для внутренних мышц Потому что для меня еще спорт Это возможность как-то прийти в форму Потому что все время в состоянии улитки Сидишь, летишь, едешь Ну, и только на сцене Как-то успеваешь дрыгаться Поэтому, конечно, хочется как-то себе Вот, помогать А вообще мне очень нравятся Всякие вот эти игры Борьба с препятствами Игры всем нравятся Борьба с препятствами Да Ну, я, например, была в последнем цикле Форт Боярда И я могу сказать, что мы там такой кайф испытали Но там все на адреналине Конечно, тот спорт, который дома Там за тобой змеи бегают Наташа, там, конечно, на адреналине Там по-любому Да, хочешь не хочешь Да, но дома иногда тяжеловато Раскачаться, признаюсь честным Поэтому Домой приходит тренер Чтобы бежать уже было некуда Ну, понятно Ну, это, кстати, хорошая схема такая Слушай, а продолжай вот эту тему Форт Боярда Там же действительно есть это испытание Типа залезть там в какой-нибудь В чашу с тараканами С тараканами там Ты во что-то такое попадала? Ну, вот я туда и залезла, если честно Да ладно Кто в чашу был? Это было ужасно, если вы посмотрите когда-нибудь этот ролик Я его недавно смотрела со своей дочкой Ну, мне просто нужно было поднять рейтинг в ее глазах И я нашла этот ролик Тараканом залезала, между прочим Да, но тогда я просто даже не могла поверить, что это произошло Там есть самый один из известных конкурсов Когда называется он Голова Франкенштейна Тебя привязывают к креслу Завязывают все руки, все-все-все И дальше только твоя голова заходит в маленькие боксы И в каждом боксе личинки, кузнечики Кузнечики летят и прям бьют тебе крыльями вот это вот в глаза Ужас Мука где-то на тебя высыпается, еще что-то И ты в этот момент в этой маленькой коробочке должен найти кот Кот Ты обещал, что такого у нас не будет, Серега? Я надеюсь, что да, что не будет Да я думаю, что у вас будет что-нибудь еще повеселее Вы себе придумаете Что-нибудь повеселее Слушай, давай все-таки о серьезном поговорим Ну как о серьезном? Опять же, слушай, ты снялась в фильме Бабушка легкого поведения с Александром Ревой Да Надо думать, что вряд ли это драма Да, скорее комедия Это, но есть драматические моменты в этой комедии И для меня они, кстати, были актерские, очень волнительные Я сама фильм не видела Но ты же не бабушка легкого поведения в фильме, наверняка же Ну, слава богу, пока еще нет А кто эта бабушка? Это какая-то конкретная бабушка? С кого или пили? Собирательный образ Ну, эта бабушка, мне кажется, действительно такой некий Мне кажется, что Рева, во-первых, бабушку легкого поведения играет Александр Рева Это уже блестяще Это уже сильное заявление Он фантастически просто перевоплощается в этот образ Я уверена, что он с кого-то его снимал Причем то ли со своей тетей, то ли с мамой Но есть вот прототип точным Причем, который является его родственником, я уверена Ну и он играл еще там и обычного Сашу Который влюбляется в меня, медсестру И на этом, в принципе, вся заварушка как бы и начинается Медсестру Прячется он в престарелом доме Потому что он, в принципе, такой мошенник Проныра Пытается на халяву как-то быстренько нажить деньжат И, соответственно, попадает в разборки И чтобы ему не сломали ноги И все остальные его конечности Он прячется у дяди в престарелом доме Ну и дальше начинается, конечно, это Это очень смешно Это надо смотреть Я видела кусочками Но даже то, что мы показывали на кинорынке Мне было так приятно видеть реакцию зала Там было всего лишь, там, не знаю, полминута, может быть Но зал уже смеялся Но смотря на Сашу, я когда его увидела Я его не смогла узнать Ребят, мы реально шагнули вперед В плане грима? В плане грима, да Это было, это фантастически сделано Мне кажется, Александра Рева можно узнать в любом обличии Он настолько колоритный персонаж Не, его можно, конечно, узнать Но я считаю, что родился еще какой-то новый персонаж А когда выходит? Когда фильм выходит? Мы думаем, либо он выйдет 16 или 17 августа Либо вот в сентябре Сейчас, если честно, вот решается этот вопрос Решается Кстати, можно спросить наших слушателей Кто нас слушает Вот интересно их мнение Ходят ли в августе люди в кино? Или больше ходят все-таки в сентябре? Мы что-то все наши как-то про ОСАГО Да про ОСАГО А почему бы и не спросить? Про кино? Пойдете или не пойдете в августе? Да, или вы все уже уезжаете в это время Или еще не успеваете приехать Можно такой вопрос? Вот в связи с тем, что только что происходило А что происходило, мы расскажем Мы сейчас расскажем Ты вообще как бы по улице можешь как-то вот так пройтись Чтобы не... Да я вообще не избалована таким вниманием Безумно, это приятно У нас есть просто огромное количество людей Я не знаю, то ли это какой-то розыгрыш Вы меня разыгрываете? Не знаю, ай-яй-яй Я вас знаю Никто никого не разыгрывает Просто открылись двери Зашла организованная группа людей И начали по очереди фотографироваться с Натальей Ионовой Которой у нас в гостях Глюкоза Ну, друзья, вот только что прослушали новый хит В исполнении Натальи и Артика и Асти Да, такое у нас коллективное творчество случилось, ребята Как нелегкая свела вас, расскажи, пожалуйста Да как свела? В принципе, все очень просто Мы часто встречались на площадках музыкальных Каких-то премиях Я очень люблю творчество Артика и Асти Слушаю давно, нравятся треки И просто в каком-то разговоре Артик говорит, а давай я что-нибудь попробую написать Я говорю, ну давай Потом мне прислал песню Я ее послушала Я попробовала спеть И я поняла, что она мне зашла вообще идеально И настолько это все как-то гармонично стало звучать вместе Что вот появился этот трек А какой это стиль? Это как? Электропоп? Ну, это дэнс Мне кажется, да Электронный дэнс Кстати, очень интересный вопрос Наташ, в Википедии написано Жанры, в которых ты исполняешь Ну, понятно, поп, электропоп Хоумбой мьюзик Что это такое? Как это вообще понять? Хоумбой мьюзик Это музыка для домашних мальчиков Много что написано Вот, не всему нужно Но это не худшее Верить, но может быть я этот жанр Направление музыкальное упустила Признаюсь честно Я не знаю А может быть я его и создала Вообще сложно меня сейчас причислить К какому-то жанру Мне кажется, я вообще нахожусь в каком-то поиске И пробей себя Пробую Сейчас я могу петь и на концертах К 9 мая какие-то военные песни Мне это нравится Я пою, соответственно, свой репертуар У меня есть дуэты Которые, допустим, с Максимом Александровичем Фадеевым Это Сицилия С Артикой Асти Это больше дэнс То есть нет такого, что я Какому-то жанру очень привязана Но я, конечно, люблю очень попсу Это вот, мне кажется, это мое Но, конечно, когда есть такая Какая-то легкая нотка провокации Какого-то такого, может быть, серфа Такого тарантиновского То есть мне это очень близко Известный всемирно-тарантиновский серф Но вот в чьей жизни и провокации И прочего серфа была масса приогромная Это Стивен Тайлер И вот мы видели фото, где солист группы Айросмит Тот самый Стивен Тайлер Что-то дарит твоей дочке Во-первых, что подарил И как бы ты как-то через дочерь не договорилась Если связь у дочери, как бы, да Может быть, дуэт В этот момент я была на спектакле У Паши Деревянко На концерт я не попала Просто получилось так, что Когда я узнала, что будет концерт Я уже заблаговременно решила пойти в театр И у меня уже эти билеты были И так как мы с Пашей Деревянко дружим Не пропадать же билетом, опять же Знаете, Стив уедет и забудет А Паша, деревянка Деревянко, конечно, молодец Не забудет и будет всегда рядом Поэтому я приняла решение идти туда Он под... Стива Тайлер подарил Я сама, когда, если честно, увидела это видео Думаю, ничего себе Сама позавидовала своей же дочери Он подарил ей бусы Он же очень увлекается разными украшениями Разные Вообще он такой безумно стильный Ну это да Очень любит шоппинг Очень любит разные костюмы Если так вот посмотреть Да, у него есть определенное направление Но он в нем просто король Слушай, а он дарил по системе Деда Мороза Или прямо свои снял? Ну, она пришла к нему в гримерку Это его бусы Соответственно, они были у него на столе И он говорит Я тебе сейчас кое-что подарю И начала ей дарить вот то, что... Слушай, хорош Хорошо, в принципе, провела время И я, вы знаете, не жалуюсь Спектакль был великолепный И очень вам рекомендую сходить на дядю Ваню На дядю Ваню Ну, хорошо, обязательно сходим Друзья, у нас в гостях была Наталья Ионова Презентовала новую песню Все, что ли? Это все? Это все? Подождите Алло, алло Тебя Лысенков катал Катал, Лысенков? Катал Песню послушали новую? Послушали Ну, хочешь, не... Приходи к нам еще Я вам хочу сказать, что у вас очень хорошо Правда Мне у вас очень понравилось Во-первых, меня здесь любят Тебя здесь очень любят Фотографируют Новая очередь фотографов к тебе, понимаешь Идет И в общем... Слушайте, у вас какая-то тут магическая студия Во-первых, все на позитиве Все в хорошем настроении Даже сотрудники, которые, не знаю, вот... Которым не надо быть в хорошем настроении Они же на работе Которые уже конец дня и хотят уехать Спасибо вам большое Извините, пожалуйста, еще раз за опоздание Спасибо дорогим слушателям, которые были тут сегодня с нами Дождались меня Ну, хотя, куда бы вы делись из своих автомобилей Восемь баллов пробки Спасибо большое, Наташа До встречи Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok